Ну что, сториз? Ах эти сториз, ах эти инсайды. Творческая студия позитивного мышления и силы позитивной мысли Татьяна Салмановна Макту, Сайфудин. У меня такое сиеста, обед тайм, сиеста тайм, готова у себя уже макарошки с соевым мясом уже сварила, сейчас сделаю себе салатик из свежей капусты, поставила чайничек, слушаю видео еще раз, Наталья Борисовна Правдиной, сейчас надо будет почистить морковочку, в общем, будет у меня такой салатик из свежей морковочки, из свежей капустки. Вот такие вот зла. Сейчас я почищу. Салатик. Салатик. Макарошку я уже почистила. Сейчас чайничек скипит, я сполосну морковочку с кипяточком. Салатик. Ну что, посуда, дорогие друзья. Посуда. Номарик, указанный ресторант. Поехали. Уборка. Продолжаю. Волшебную уборку в моей волшебной квартире. Надо, наверное, читать такие, ну что такое, ну да, очищаю, очищаю мою жизнь от негатива или что-нибудь, как это называется. Все негативное. Чтобы все сияло чистотой, светом, чтобы сиять и светиться. Чтобы все было чисто. Да. И желательно поставить такой сок, как вымыть, поставить такую жесткую сок, чтобы все было чисто само. Поехали. 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 Вот. Поехали. Выборочай. с моей кухней гранд-ресторанте, в очередной студии позитивного мышления, например, по манной мактинсайфуле, такой эксклюзив, такой супер-эксклюзив. Ну что, сплотнем морковочку с кипяточком. Морковочку я уже сплотнула. Такой сторис-сторис, такой супер-эксклюзив. Супер-эксклюзив, позитивный студии позитивного мышления. Ну что, морковочку, сделать салатик, как-то тут поставить, чтобы вам это даже видно было, что кушаем Наталью Правдину. Это же одно из самых защитных рождений в жизни, верно? Однако, если есть вкусные и еду чего-то много, то что будет в итоге ненужно? А вовремя и обед, даже вовремя и обед, очень полный ухадок и разложения. Вспомните, пожалуйста, историю римских пекарей, римских императоров. Да, все нужно умеренно, умеренно кушать, наслаждаться едой. Умеренно. Нужно знать меру. Так что вот. Не надо есть десять бутербродов с черной икрой. Съешьте один или два бутерброда и оставьте на следующий день. Да и тяжеловато. Умеренность 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 умеренность, да? Скажите. Но за то, что результаты, то есть просто филоменалины. Результаты мы включили это. Результаты умеренность умеренность умеренность, которые пишут, делятся со мной. теми потрясающими результатами, которые умеренность умеренность умеренность. И люди выложат. Почему? Потому что когда человек сегодня считает мангер, когда человек сегодня делает какую-то практику определенную, что мы знаем, что через пять, через десять, январь, через шестнадцать, все вот эти саноменные здания, все вот эти невероятные информационные текущие, все вот эти морковочки, морковочки, морковочки здесь хватит. Сразу моем. Сразу нужно мыть, да? Чтобы не соскалку, сразу нужно помыть. Терочку. Действительно. Наверное, это самое главное, что я хотела вам сказать сегодня. Мои дорогие, надо научиться находить радость преодолевания себя. Когда ты преодолеваешься, как восстановишься в мире. Реальный мир. Постановишься мнением в своей жизни, как это преодолеваешь себя, и создает свое новое великолепное будущее. Это не отдельно, конечно, связано с горью, да? Но это всегда связано с мягким напряжением стилей железы. Вот здесь... Моем ручки. Моем очень хорошо. Ручки смыла. Смыла. История здесь подруже. Чтобы она такой капусту сделать мягкой. Моем хорошо ручки смыла. Намыливаем очень хорошо. Она хотела бы сегодня выйти замуж за генерала. И тут же, хоп, быть счастливой и богатой. У нее это не получилось. Но зато вторая подруга, что она делала? Она, будучи матерью, немножко, вспомните, да? Этим ночью училась в институте, да? В гаусином институте. Там она в облаго воспитывающего ребенка. Жила в общежитии. Училась в институте. Но через вот это преодоление, в итоге она достигла высочайшего уровня. Она директора предприятия. Успешная, уверенная, сильная, красивая, процветающая женщина, и она находит свою любовь. Очень характерный фалат. И мы фалат, не понимаем, что это хорошо. О, какая каратическая. Заряжаемся такой магией, любви. Чтобы такой сталат сделать очень полезным. Чтобы это был сталат, не просто как сталат, а сталат как искусство. Вот, споласкиваем ручку еще. Второе, что я хочу сказать, да? Оксусство. Оксусство. Такой секрет. Такая суперфишечка. Суперфишечка, немножко стольки. Если было столько. Молодость, сила, энергия. Немножко стольки. Слышка, стоим. Старайтесь держать, примутим. Старайтесь, оператор, прижимай, примутим. Да, не надо лениться. Друзья мои, не надо лениться. Берем свежий салатик. Морковочка. Морковочка. Сейчас, ведь я убавлю. Сейчас мы, Наталью Правдину, убавим. Не надо лениться, не надо гордиться, как она говорит, с прямой спиной, да. С прямой спиной. Не надо лениться. Морковочка, капуста не так дорого стоят в магазинах. А если вы такие баджетные магазины возьмете, как, не знаю, семи шагов, пятерочка. А так свежая капуста. Купили качан капусты. Сколько можно сделать салатиков свежих с морковочкой. Качан капусты стоит примерно 40 рублей. И килограмм морковочки 50 рублей. Сколько у вас салатиков получится. А это очень полезная. Полезная еда. Витаминный салатик. Желательно, конечно, покупать оливковое масло. Ну, в общем, как-то. Или его, в общем, как-то нужно. Желательно, конечно, с оливковым. Оливковое масло, конечно, полезнее. Я согласна, что нужно, конечно, дорогое оливковое масло. Ну, если нет оливкового, что же, тогда подсолнечное. В общем, салатик. Смотрите, баджетный, ну, очень такой баджетный обед. Упаковочка макарона 400 грамм. Такие очень вкусные макароны с твердых сортов пшеницы. 13 рублей в магазинчике 7 шагов. Такой баджетный, я вам рассказываю. Это Орел и Решка. Немножко такая Орел и Решка. Кто с золотой картой, а кто со 100 долларами. Это немножко я, немножко Татьяна Соломановна шутит. У нее шутка, это такая передача Орел и Решка. Как дорого и как дешево. Упаковочка соевого мяса. Я сейчас буду кушать соевое мясо с макарошками. Упаковочка соевого мяса. Оно стоит примерно 40 рублей, даже 39. Так что, в общем, какое количество у вас получится этих обедов. Вот, нужно разнообразить. Разнообразить, конечно. Чем разнообразить? По баджету. Сейчас я вам расскажу. Салатик уже готов. Сейчас руку я сполосну. Сейчас руку сполосну. Горох. Что у меня здесь? Овсяночка. Овсяночка, горох, гороховый супчик. Так что, вот, купили чечевицы. Можно и супчик из чечевицы, гороховый супчик. Супчик из красной фасоли, белой фасоли. Все это достаточно баджетно. Так что, вот, пшеничка, пшено, гречневая кашка. Пформいや μizing, votив я. Пшено. 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 Посмотрим. Прић ливе. Блад, я ил допим, кнем. Пшено. Давайте я выключу, сейчас вам покажу. Сейчас я принесу мне там лалпочка. Ну что, давайте салатиком, смотрите. Уксус, обычный уксус, 5%, но он стоит тоже недорого. Это бутылочка, наверное, 35 или 40, 38, немножко уксуса. Немножко, немножко. Добавляем немножко уксуса. Вот. Маслица, лучше, конечно, оливкового, но если нет, тогда подсолнечного. Маслица, да. А потом, как форильный салатик из морковочки? Натерочки из морковочки для глаз, в общем, как-то вот так. Так что вот, смотрите, пока твой вам. Это горох, вот целый, как бы, сколько можно творить супчика, и с макарошками можно, то есть из одной упаковочки гороха. Очень баджетно. 25 рублей стоит вот эта упаковочка гороха цельного, ну, где-то 25-30, в магазинчике «Овсемешагов». Упаковочка, упаковочка хлопья овсяные, 13 рублей. Здесь вам хватит, ну, на неделю. На завтрак варить обсяночку, даже с вами можем потом подсчитать, сколько это вообще стоит. Мука, блинчики, лепешечки можно сделать, лук с луковой, вот такие луковые лепешечки. 2 килограмма муки 45 рублей, в магазинчике «Семешагов», пожалуйста. Вот это гуляш, гуляш, про который я говорю, соль, это гуляш, соль и гуляш, я сейчас вам покажу, что это для меня. Ну, это еще горох, у меня горох, да, вот это вот кашка, пшеничка, пшено, гречка, ну да, гречка, конечно, дороже, пшеничная кашка, она стоит рублей 30-25, гречка немножко дороже, гречка, ну, 50-60 рублей, ну, здесь вам хватит, это не знаю, там, на полмесяца, на месяц этой упаковочке. Чечевица, упаковочке чечевицы надолго хватает, все очень хорошо, с макарошками, просто делать супчик, а, я очень люблю, вот это картошечка, картошечка тоже, упаковка 2,5 килограмма картошки, магазинчики «Семешаг», ну, 50 рублей, будет плюс-минус, ну, 55. Вот, я очень люблю сделать чечевицу, вареную чечевицу с картошечкой, почистить картошечку, сварить ее с чечевицей, соевым мясом, с талатиком, из свежей капусты, так что, вот. Что-то тут у меня еще такое интересное, есть у меня еще макарошки. Очень рекомендую также лапшу, смотрите, можно разнообразить, не просто макароны, макароны можно скупать разных сортов, вот, а также лапша, лапша «Домашняя царь», для разнообразия. Это в рамках моего, моей творческой студии позитивного мышления, в общем, сказать, что это как-то правильно, я, знаете, как же так сказать, как бы то, что я советую, я просто вам рассказываю, рассказываю, вот, в настоящее время, как вот я, питание, вот, я рассказываю о себе. Я думаю, что если вы и вы любитель рыбы, и можете себе позволить отварную рыбу на гриле, парную рыбу, я советую вам лучше, конечно, покупать форель, лосось, делать ее парной, вот, салатом, покупать овощи, фрукты свежие, это будет, конечно, более феерично. Но если у вас нет такой возможности покупать такую рыбу, креветки, то я просто показываю такой баджетный, я вам то, что советую, я просто как бы, вот, делюсь, делюсь информацией. Так что вот, это нельзя рассматривать, как какой-то совет, варите суп из, я не знаю, там, из гороха. Я просто вам рассказываю, и, в общем, как бы, вот, такая доступная, то есть такая баджетная, это, знаете, еще раз говорю, бакаревая решка такая, баджетная еда, доступная в магазинчике семишагов, там, на пятерочке, которая, в принципе, я считаю, что достаточно полезная, все, что я назвала, если нет никаких-то там, таких, вот, знаете, таких, вот, этих, вы поняли, что это какие-то ограничения. Вот. Еще чесночка добавить, лучка пожарить, картошечки. Упаковочка чая, вот, 9 рублей, упаковочка чая, в магазинчике семишагов. Упаковочка столи, 10 рублей. Ну что, давайте уже ближе к еде. Просто мы сейчас будем, нет, дело в том, что я показывала вам эту страницу Антона Саныча Иванова, который был у меня начальником, я работала в журнале правоваривания машинисткой, я просто показывала вам его феерическую страницу в этом Твиттере, не в Твиттере, как он там, да, Твиттер. То есть это феерические дорогие рестораны, понимаете, феерическая еда. Мы сейчас это посмотрим. Феерическую еду, шоколад с этими десерты, с бриллиантами, знаете, десерты, там еще какой-то настоящий камень, он стоит 10-20 тысяч долларов, весь этот десерт. Мы сейчас это посмотрим. Ну, я думаю, что если у вас есть такая возможность на частном самолете полететь в Нью-Йорк и там попробовать такой десерт, и для вас это не застраивает никакого вообще никаких проблем, ты лучше, конечно, в общем, вы поняли, да? Ну, если вы пока себе не можете, позвольте, мы будем с вами учиться читать умные книги в рамках моей творческой студии позитивного мышления, сама учусь. Так что вот, чтобы расширить зону своего комфорта и зону своего благосостояния. Ну, такие вот дела. Салатик, салатик уже готов. Макарошки тоже готовы, немножко, конечно, остыли, подостыли макарошки. Конечно, нужны макарошки, я вам советую, конечно, макарошки варить и сразу кушать, потому что немножко они... Какой ветер, что же у нас такой ветер поднялся? Ну, давайте прикроем, чуть-чуть я прикрою, потому что поднялся какой-то ветер. Я прикрою. Ну что, здесь макарошки, конечно, нужны сразу, обычно я сразу. Сразу макарошки варю, а здесь, конечно, это все показать, рассказать. Маслицем, еще с маслицем, и, конечно, нужно сразу. Вот, еще, что мы можем сюда? Чайничка у меня скипела. Так, вообще горчица. Здесь у меня что? А, здесь у меня не наваривали. Горчица. Немножко горчички. Вот, что он там хорошо у меня, кто-то тут, видно? Ну, в принципе, видно, что... Лучше, конечно, все это тепленьким-тепленьким, но и немножко заранее макарошки. Их, конечно, можно на сковородочке подогреть. Но получится, знаете, такой типа салатик. Такой такой салатик, макарошки, соевое мясо. Макарошки, соевое мясо и салатик. Из-за свеклы, не свеклы, а из морковочки, с капусткой. Может быть, так, это, ну, если пейзажем так нормально. Более, конечно, красивым пейзажем туда. Ну что, сейчас мы с вами, конечно, посмотрим... Ну, что мы посмотрим? Будем смотреть... Самые дорогие блюда мира. И чего, из рыбы или вообще? Я буду наслаждаться едой. Вот. И буду смотреть. А вы будете слушать. Это я уже загружала это видео. На моих страницах ВКонтакте. Сложное загрязнение. С ними справиться только как главный по жиру. А, для посудомойки у меня есть новые капсулы Ferry Platinum Plus. Они очищают, распаряют, удаляют. Самое сложное загрязнение с первого раза. Лучше самых продаваемых таблеток. Да, блестящая работа. Новый Ferry Platinum Plus. Воз чистоты. Ты, блюдо. С вами Добхай. Плавите список из 10 самых дорогих блюд в мире. Погнали. Номер 10. Пицца Рояль 007. Стоимость 4200 долларов. Давайте начнем наш список с невероятной пиццы, которую вы никогда не найдете в меню обычных пиццерий. В 2006 году шеф-повар шотландского города Глазго Деми Нико Крова придумал рецепт пиццы, предназначенной в качестве еды ко дню святого Валентина. Он назвал эту пиццу Рояль 007. Непонятно, почему он назвал ее в честь фильма про Джемса Бонда. Возможно, потому что для того, чтобы найти все ингредиенты для пиццы, нужно быть таким же первоклассным шпионом, как Бонд. В состав пиццы входит черная икра, маринованная в дорогах шампанском. Копченый шотландский лосось и лобстеры маринованы в самом лучшем французском коньяке, который только можно найти. Более того, перед подачей на стол гостям Доми Нико посыпает эту пиццу стружкой из селебного золота в 24 карата. К счастью, все банды намерены, поскольку эти деньги от продаж этой пиццы идут в фонд Фреда Хоуза. Цель этой некоммерческой организации – предупреждение и лечение слепоты на ранних этапах развития. На сайте eBay стоимость пиццы района 0,7 оценивается в 4200 долларов, что является мировым рекордом для подобного блюда. Номер 9. The Fortress Steel Fisherman Indulgence. Стоимость 14500 долларов. Эта странная кондитерская изделия некогда была признана самым дорогим десертом в мире. Вы сможете приобрести его только в одном месте – в люксовом отеле The Fortress Resort & Spa, который находится на Шри-Ланке. За основу блюда взяли итальянский десерт – сицилийская касата. Однако начинки и украшения десерта получают его цену-достоимость из степени статистического автомобиля. Десерт пропитан фруктовым лекаром аэш-крим, консервером манго, гранатом и совайоном, яичным кремом, взбитым с шампанским до периньон. Десерт подается с украшением в виде шоколадной статуэтки. Эта статуэтка изображает рыбака на ходуле, а также с едобным золотом и аквамарином 80 карат. Этот десерт единственный в своем роде, но если вы захотите его отбедать, приготовьте свою платиновую карточку. Типичные десерты, подающиеся в люксовом отеле, стоят около 200 долларов. Однако цена этого произведения искусства составляет 14 500 долларов. Номер 8. Пирог с мраморной говядиной. В ресторане Фонсгейт, который находится в английском графстве Ланкашер, вы сможете купить самый дорогой в мире пирог с говядиной и грибами. Начинка этого пирога – мраморная говядина, бабью, стоимостью в 1000 долларов за 1 килограмм, которую можно получить только от бычка одной из четырех японских пород. Более того, в начинку блюда входит грибок нацу таке, стоимостью около 1000 долларов за полкилон, листья пищевого золота и черные трюфели. Весь пирог маринуется в красном вине Шаттон Мутон Ротшильд, урожая 1982 года, одна бутылка которого стоит около 4200 долларов. Пирог выпекается до состояния невероятно вкусной грустящей корочки. Весь пирог стоит 15 900 долларов. Тем не менее, вы можете купить всего лишь один кусок пирога, это будет стоить 1990 долларов всего лишь. Номер 7. Королевское тако. Grand Village Los Cabos. Это пятизвездочный отель на курорте Cabo San Lucas в Мексике, в котором вы можете попробовать самое дорогое тако в мире. Конечно, находясь в Мексике, вы можете попробовать. У меня вот такое чувство, я уже смотрела это видео, знаете, когда они советуют пиццу, рояль, это такос, что там такое, такое чувство, что эти люди никогда не были в Америке в органик-шопе. Ну да, как можно, я уже рассказывала, как-то можно зашопиться. Если сказать про такие деньги, которые нужно заплатить за эту еду, можно так зашопиться в органик-шопе? Или здесь речь идет о тех людях, которые уже, знаете, им уже эти органик-шопы, им это что-то такое, их чем-то нужно удивить. Это, наверное, знаете, что-то вот как-то вот это. Но удивляться какой-то вот этой пиццей или вот этим тако, когда можно феерически каждый день удивляться едой из-за органик-шопа. ...дорогущих особняках, а также зависать со знаменитостями и супермоделями. Если вы любите вкусно поесть, то у вас появится еще несколько причин, чтобы загадывать миллионеров. Некоторые блюда из этого списка не по карману среднестатистическому человеку, но только не богачам. Они без проблем будут расхошелиться на эти крутые блюда. С вами Добхай, плавите список из 10 самых дорогих блюд в мире. Погнали! Номер 10. Пицца Рояль 007. Стоимость 4200 долларов. Давайте начнем наш список с невероятной пиццы, которую вы никогда не найдете в меню обычных пиццерий. В 2006 году шеф-повар шотландского города Глазго, Леви Нико Крова, придумал рецепт пиццы, предназначенной в качестве декадни у святого Валентина. Он назвал эту пиццу Рояль 007. Непонятно, почему он назвал ее в честь фильма про Джеймса Бонда. Возможно, потому что для того, чтобы найти все ингредиенты для пиццы, нужно быть таким же первоклассным шпионом, как Бонд. В состав пиццы входит черная икра, маринованная в дорогу к шампанскому, копченый шотландский лосось и лобстеры, маринованные в самом лучшем французском коньяке, который только можно найти. Более того, перед подачей на стол гостям Доминика посыпает эту пиццу стружкой из съедобного золота в 24 карата. К счастью, все бонты намерены, поскольку эти деньги от продажи этой пиццы идут в фонд Фреда Хоуза. Цель этой некоммерческой организации – предупреждение и лечение слепоты на ранних этапах развития. На сайте ebay стоимость пиццы рояль на 07 оценивается в 4200 долларов, что является мировым рекордом для подобного блюда. Номер 9. The Fortress Steel Fisherman & Belgians Стоимость 14500 долларов Это странное кондитерское изделие некогда было признано самым дорогим десертом в мире. Вы сможете приобрести его только в одном месте – в люксовом отеле The Fortress Resort & Spa, который находится на Шри-Ланке. За основу блюда взят итальянский десерт – сицилийская касата. Однако начинки и украшения десерта повышают его цену до стоимости среднестатистического автомобиля. Десерт пропитан фруктовым ликером Ариш Крим, консервирован манго, гранатом и савайоном, яичным кремом, взбитым с шампанским, дампериньон. Десерт подается с украшением в виде шоколадной статуэтки. Эта статуэтка изображает рыбака на ходуле, а также с едобным золотом и аквамарином 80 карат. Этот десерт единственный в своем роде, но если вы захотите его отведать, приготовьте свою платиновую карточку. Типичные десерты, подающиеся в люксовом отеле, стоят около 200 долларов. Однако цена этого произведения из кузова составляет 14 500 долларов. Номер 8. Пирог с мраморной говядиной. В ресторане «Фэнсгейт», который находится в английском графстве «Ланкашер», вы сможете купить самый дорогой в мире пирог с говядиной и грибами. Начинка этого пирога – мраморная говядина, бабью, стоимостью в 1000 долларов за 1 килограмм, которую можно получить только от бычка, от шельфа. Урожая 1980. Купить всего лишь один кусок пирога – это будет состояние невероятно вкусной хрустящей корочки. Весь пирог стоит 15. А 1982 года, одна бутылка которого стоит около 4200 долларов, пирог выпекается до состояния невероятно вкусной хрустящей корочки. Весь пирог стоит 15. 1900 долларов. Тем не менее, вы можете купить всего лишь один кусок пирога – это будет стоить 1990 долларов. Всего лишь. Номер 7. Королевское тако. Grand Veloz Los Cabos. Это пятизвездочный отель на курорте Cabo San Lucas в Мексике, в котором вы можете попробовать самое дорогое тако в мире. Конечно, находясь в Мексике, вы можете попробовать тако практически везде, поскольку это их национальное блюдо. Но если у вас очень много денег, и вы хотите попробовать совершенно особенное тако, то отправляйтесь туда, в ресторан Grand Veloz Freedom, чтобы отвергать кулинарный шедевр от мексиканского повара Хуана Рицерио Алькало. В состав самого дорогого тако в мире входит мраморная говядина Кобе, норвежский омалангустин, белужья икра, сыр бри, черный трюфель и копченый перец марита. Тако заворачивается в кукурузную тортилью и подается в таком виде к столу. За 25 тысяч долларов вы сможете почувствовать вкус настоящей роскоши. Возможно, после такого тако вам захочется заказать какой-нибудь напиток, поэтому за 150 тысяч долларов вы сможете приобрести текилу Play 925 Ultra Premium Anageo в платиново-золотой бутылке ручной работы. Номер 6. Frozen Hot Chocolate. Ресторан Serpentity – это достопримечательность Нью-Йорка. Ресторан даже засветился в некоторых голливудских фильмах. Однако главной фишкой ресторана является мороженое Frozen Hot Chocolate, в переводе на русский «холодный горячий шоколад». Несмотря на парадоксальное название, блюдо настолько вкусное, что даже жена Джона Кеннеди, Жаклин Кеннеди, однажды попыталась украсить его рецепт. В 2004 году блюдо их ресторана Serpentity – Golden Opulence – попало в книгу рекордов Геннесса как самый дорогой десерт. На тот момент его стоимость составляла 1000 долларов. Но вскоре владельцы ресторана решили превзять и самих себя. Frozen Hot Chocolate представляет собой улучшенную версию известного десерта Golden Opulence. В его состав входят какао-бобы 28 редких сортов, которые собираются в Африке и Южной Америке. Мороженое покрыто стружкой золотом с 23 карата, а на его верхушке располагается французский трюкель. Мороженое подается с напитком, который наливается в золотой кристальный кубок, украшенный браслетом до 17 карат из белого золота. К мороженому также подается ложка из чистого твердого золота. Все удовольствие обойдется вам в 25 тысяч долларов. Королевская дыня Юбари номер 5 Арбузы и дыни являются довольно дорогими деликатесами в Японии, потому что в этой стране очень сложно выращивать вахчевые культуры. Например, редкий черный арбуз Гянсуки, который растет только на севере Хоккайдо, является самым дорогим арбузом в мире. В 2008 году он был продан за 3000 долларов. Но это ничто по сравнению с дынями Юбари, которые произрастают в Однайме... Последнее исследование крема против морщин показало, что эффективность у них такая же, как и у простых, недорогих у вас. В нём городе, на севере Японии. В 2018 году президент японской компании по покупке овощей и фруктов решил отметить 30-летие своей фирмы, купив две дыни Юбари за 29 251 долларов. Дыни были выставлены на показ в здании компании в течение двух месяцев, а затем их разрезали и бесплатно накормили их клиентов. Числюбчики, попробовавшие эти дыни, сказали, что у них неземной вкус. Номер 4. Икра Алмаз. Возможно, вы думаете, что чёрная икра самая дорогая в мире, но вы заблуждаетесь. Самая дорогая икра – это икра, исчезающая рыбы белуги-альвиноса Алмаз, которая обводится только в Каспийском море. Высокая стоимость икры Алмаз объясняется тем, что белуги мечут свою икру примерно раз в 100 лет. Поэтому, как вы уже поняли, икра Алмаз – это одно из самых редких блюд в мире. Она даже была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая дорогая икра во всей истории. Килограмм этой икры стоит около 32 тысяч долларов. Номер 3. Шоколадный пудинг Делиндет Хау Кантри Хаус Хотел. В состав пудинга входят 4 сорта аллергийского шоколада, который считается лучшим во всём мире. Пудинг пропитан взбитым кремом, в состав которого входят апельсины и персики, а также виски. Конечно же, пудинг покрыт седурным золотом, а также вымоченный в дорогом шампанском икрой. Всё это произведение искусства выполнено в форме яйца Фаберже, верхушка которого украшена настоящим бриллиантом – два карата. Номер 2. Итальянский белый трюфель Альбы. Белый трюфель Альбы можно найти только в регионе Монферрат, который расположен на севере Италии. Однако каждый год с октября по ноябрь вы можете посетить международную ярмарку белого трюфеля в итальянском городе Альба, на которую съезжаются покупатели со всего мира. Стоимость обычных трюфелей может достигать 300 долларов за полкило. Однако только люди с огромным количеством денег могут себе позволить купить белый трюфель Альбы, мяготь которого отличается от других кремовым цветом. Ах да, я забыл упоминуть, что его стоимость составляет 160 тысяч долларов за полтора килограмма. На первом месте у нас вовсе не блюдо, а напиток. Мы имеем в виду шампанское «Этсик», урожай 1907 года. Конечно, это не самое старое игристое вино в мире, но у этого напитка куда более интересная история, чем у любых других вин, которые мы пробовали за всю жизнь. А теперь урок истории топ-хайпа. В 1916 году шведское судно, перевозившее на своем борту несколько ящиков с шампанским «Этсик», было сбито немецкой подводной лодкой в Финском заливе. Груз оставался на дне залива на протяжении 80 лет, и, к счастью, эти условия были идеальными для хранения шампанского, потому что давление воды примерно равнялось давлению внутри бутылки. В 1997 году обломки корабля были подняты на поверхность вместе с двумя тысячами бутылок этого шампанского. Конечно, далеко не все имели товарный вид после стольких лет на дне залива. Сейчас вы сможете купить бутылку такого же шампанского, но с новым купажем всего за 120 долларов. Но если вы хотите попробовать оригинальное шампанское, которое находилось на дне залива на протяжении 80 лет, то приготовьтесь отдать 275 тысяч долларов за одну бутылку. Говорят, что его вкус просто крышесносный. Я надеюсь, что вам было интересно. Если так, то ставьте лайк, это важно для нас. А также подписывайтесь на канал и врубайте колокольчик, чтобы не пропускать все самое крутое. Спасибо за просмотр, а также заоценивать... У большинства из нас завидуют богачам. Всем нам хотелось бы хотя бы на один день узнать, каково это. Сорить деньгами направо и налево, летать на частных самолетах, просыпаться в дорогущих особняках, а также зависать со знаменитостями и супермоделями. Если вы любите вкусно поесть, то у вас появится еще несколько причин, чтобы завидовать миллионерам. Некоторые блюда из этого списка не по карману среднестатистическому человеку, но только не богачам. Они без проблем будут раскошелиться на эти крутые блюда. С вами Дорфхай. Плавите список из 10 самых дорогих блюд в мире. Погнали! Давайте начнем наш список с невероятной пиццы, которую вы никогда не найдете в меню обычных пиццерий. В 2006 году шеф-повар шотландского города Глазго, Леви Никокрова, придумал рецепт пиццы, предназначенный в качестве ДК Дню Святого Валентина. Он назвал эту пиццу «Рояль-007». Непонятно, почему он назвал ее в честь фильма про Джемса Бонда. Возможно, потому что для того, чтобы найти все ингредиенты для пиццы, нужно быть таким же первоклассным шпионом, как Бонд. В состав пиццы входят черная икра, маринованная в дорогом шампанском, копченый шампанский лосось и лобстер, маринованные в самом лучшем французском коньяке, который только можно найти. Более того, перед подачей на стол гостям Доминика посыпает эту пиццу стружкой из сливокного золота в 24 карата. К счастью всего, ты намеренный, поскольку эти деньги от продаж этой пиццы идут в фонд Фредда Хоуза. Цель этой некоммерческой организации – предупреждение и лечение слепоты на родных этапах развития. На сайте eBay стоимость пиццы Роя 07 оценивается в 4200 долларов, что является мировым рекордом для подобного блюда. Номер 9. The Fortress Steel Fischer. Отлавите список из 10 самых дорогих блюдов в мире. Погнали! В общем, что туда входит? Номер 10. Пицца Роя 07. Стоимость 4200 долларов. 4200 долларов. Давайте начнем наш список с невероятной пиццы, которую вы никогда не найдете в меню обычных пиццерий. В 2006 году шеф-повар шотландского города Гвазго Леви Никокрова придумал рецепт пиццы, предназначенной в качестве декадни у святого Валентина. Он назвал эту пиццу Роя 07. Непонятно, почему он назвал ее в честь фильма про Джемса Бонда. Возможно, потому что для того, чтобы найти все ингредиенты для пиццы, нужно быть таким же первоклассным шпионом, как Бонд. В состав пиццы входит черная икра, маринованная в дороге в шампанском. Копченый шотландский лосось и лобстер, маринованные в самом лучшем французском коньяке, который только можно найти. Более того, перед подачей на стол газ, маринованная в дороге в шампанском. Как? Возможно, потому что для того, чтобы найти все ингредиенты для пиццы, нужно быть таким же первоклассным шпионом, как Бонд. В состав пиццы входит черная икра, маринованная в дороге в шампанском. Копченый шотландский лосось и лобстер, маринованные в самом лучшем французском коньяке. В общем, черная икра, лосось и лобстер. Ингредиенты для пиццы, агентного 07. Просто, ну да, это очень интересно, очень завораживающе. Как они там, это тако-то, вот это. Честно говоря, вот мы были с Пелли, моим бывшим мужем, были Максимом Данским. Он сказал, что это в Лос-Анджелесе. Он сказал, что это один из лучших ресторанов суши. Вот, и мы там кушали суши. И, в общем, честно говоря, я просто сравниваю суши в том ресторане с сушами, которые мы достаточно часто ели с Перри в Коннектику, где в ресторане Гинза. Вот. Я вообще советую им посетить ресторан Гинза. Ну, знаете, там, как говорится, небольшой городок, где там Гинза, хотя, может, где-то сеть в ресторан. Мы, как в Перри, часто ходили в тот ресторан и заканчивали совершенно. Там такие суши, такие роллы, они просто тают во рту. Я бы сказала, даже лучше, чем в этом американском, как говорится, в одном из лучших ресторанов в Лос-Анджелесе, где делают суши. В этом ресторане Гинза. Там вот такие суши, если их не оставлять на следующий день, если их есть, приготовили и кушали. Они просто настолько вкусные, они просто тают во рту. Просто тают. И стоят они очень даже, я бы сказала, цена нормальная. Не такая феерическая вообще, вот это вот фантастическая, как я здесь рассказывала. Хотя, я заказывала, похоже, мы говорим, об этом. Я заказывала суши, суши, эти горячие суши, горячие роллы в одном из-за петербургских этих... Как же он называть, надо просто посмотреть. Я заказывала с поставкой сюда, на комендантский. Вот. И тоже феерический, знаете, такой сет. Такой сет с горячими роллами. И они тоже очень приказочные. Просто, знаете, горячие роллы, которые просто таяли, просто таяли во рту. Вот. И там какой-то скидка, в общем, насыщийся, получим такой нормальной цене. Это было в конце 2016 года. 16-го. Горячие роллы, знаете, такого краба из краба. Ну, я вообще, знаете, люблю, я очень любитель горячих, как он, ашруим, икра, проу. Горячие, они совершенно феерически вкусные. Мне, если честно, говорит, А если бы кто-нибудь мне сказал, да, вот эти все феерические рестораны, блюда. Кто-нибудь бы спонсировал, чтобы я попробовала такую еду. Я бы, знаете, лучше купила такие большие холодильники. Большие холодильники. Сказала бы, знаете, везите мне. Самую лучшую. Заказала бы самую лучшую. Черную икру, красную икру. Креветки. Ну, замороженные, да, положил в морозильнике. Знаете, замороженные большие шуницы, большие креветки, которые можно сварить. Черную, красную икру. Замороженные креветки, которые я заморожу в морозильнике. Также вот эти вот, как-то говорите, как они, не знаю, эти лобстеры. Эти лобстеры тоже, тоже, знаете, в морозильнике, чтобы я в морозильник положила. И кушала бы каждый день. Будьте вроде с черной, с красной икрой. Варила бы креветки, эти лобстеры и кушала бы. Доказала бы вкусную пасту, варила бы пасту. Лучше, конечно, свежие салаты. Это понятно. Лучше, конечно, свежие салаты. Ну, честно говоря, если такая ситуация, предположим, такая ситуация была бы, сидела бы я в одном из этих шикарных ресторанов, ну, предположим, такая, я немножко фантазировала, как она дали правду на своих книжках, что прежде чем вот это вот ходить в такие дорогие салоны красоты, я вообще куда-то, знаете, вот это, чтобы ее там все узнавали. А, нет, что она там читала? Что это, на танцах, она там с мужем, где какая-то музыка играет, она в ресторане, и танцует, а что она там читала, загружала это. Так что, если мы как-то немножко, вот возьмем у нее такой опыт, как она сидела про себя, вот эти книжки, как она немножко пофантазировала, написала, потом у нее очень быстро это исполнилось. Вот. Ведь немножко как пофантазировать, если бы я в этих шикарных ресторанах в одном или там, один день в одном, другой в другом, была бы, знаете, среди богатых людей, тоже с кем-то супер богатым. Если бы я, например, пошла, например, с кем-то супер богатым, известным, и там уже были блюди такие, кто-то вот сидел бы за соседним столиком и заказал бы, например, такой десерт с этими бриллиантами. И здесь уже срабатывает вот такая я вот думаю, что с этим делать, сама не знаю, но будем думать вместе. Так я сказала бы, я бы тоже заказала креветки, черную икру, и тогда я бы не стала вот это вот на это вот. Сказала бы вообще это как бы вот. Но если уже там вот в этом ресторане, предположим, видите, как работают, видите, как важна психология. На это, наверное, рассчитано. Но если кто-то вот богато рядом сидел, заказывал бы вот эти блюда, с этими бриллиантами, или с какими-то там этими камнями, с этими десерты. Видите, и вот здесь срабатывает такая психология, и мне бы тоже хотелось. Я бы подумала, ну вот он же тоже богат, а почему он мне не заказывает? Вы поняли, да? Я даже не знала. Получается, что, тогда лучше бы я не ходить. Вот на это и рассчитано. Поэтому в этих, там, где, знаете, как говорится, чтобы хотят, где хотят, чтобы хорошая выручка была, они специально делают такие дозаторы, амортизаторы, арома, такая арома, чтобы пахло свежей выпечкой, кофе, чтобы люди как-то вот расслаблялись, и больше покупок делать. Специальная психология. Вот. Здесь остается, или как-то себя настроить, или туда не ходить, или что делать, я не знаю. Да. Что касается нарядов. Минуски нарядов, я попался, купила в Гламоде, в Вайнберрис, там эти платья, знаете, там, тысяча рублей, пятьсот рублей, полторы тысячи рублей со скидками. У нас я могу поехать в такой шикарный ресторан в этом платье за тысячу рублей. Так что я буду наблюдать? Что там какая-то, кто-то вот этот богатый, понимаете, пришла богатая, люди пришли богатые, приехали на какой-то шикарной машине, они приехали кушать шикарные вот эти вот десерты за 15, сколько он сказал, 14 тысяч долларов, 15 сук там. Они приехали на дорогой обуви, дорогих магазинов, понимаете, дорогая обувь, это платье, которое стоит на целую машину. Они на где-то платье, которое стоит на целую машину, такая же обувь. Они приехали и кушать эти десерты. И что я пройду в этом платье за тысячу рублей, я вообще не поняла. Получается, что-то не то. Я просто рассуждаю, вот тебе тут подумаю, я просто немножко представила. Я все-таки думала, да, я не могу, хорошо, вот это вот, я сижу такая в этом платье за тысячу рублей, которое я там этой ламоде купила. Сижу с ним богатым человеком, он мне этот десерт не заказывает с этими бриллиантами. Вообще никакого настроения, хоть не ходи тут. Хотя так, вроде как, все феерично. Что делать, я сама не знаю. Это тратить, что брать у него эту золотую карту, тратить сначала на магазины, на это платье, на эти тупли, вот на это все, на эти десерты, и тогда нужно вот это вот. или лучше столько денег затратить, а потом вот это вот на следующий день думать. Я вот на это платье потратила, на эту обувь потратила целое состояние, уже две машины купить. На этот десерт, вот этот, на следующий день и думать. Чтобы так жить, должно быть, должно быть такой бизнес, что понимаете, ну потратила ты вчера вот там, вот эти туфли, вот эта машина, вот это, а сегодня уже заработаны деньги на люди, как на бирже, где-то там градуют, а сегодня уже пополнились, этот счет уже пополнился, уже все шикарно. Уже все же те же деньги, они восполнились, понимаете, уже я столько заработала. чтобы не переживать. Ну да, я потратила, но уже они восполнены от вчера до сегодня, уже как бы, уже о чем там думать. А если они не восполняются, это тоже переживание. Потом сидеть с этими туфлями, с этим платьем и думать, что я вот этот десерт съела, вот это, а деньги не пополнились, а вообще полная какая-то, что-то не то здесь. Лучше бы мы поехали на бали, покормили этих обезьян, на бананы. Деньги должны или пополняться, чтобы там жить, или лучше кормить на эти деньги, поехать обезьянок покормить, понимаете, не расстраиваться, понимаете, бананов купила, обезьянок покормила, и потом вспоминать, как эти обезьянки кушали бананчики, вот это вот. Чем смотреть на эту, на эту опыту, на таком каблуке, которые, в принципе, особую мудку, ну куда она? И сидеть, смотреть на эту тупую. Не знаю. «Богу». А я буду сходить в дешевом платье, в дешевых туфлях, десерт не купила, потом такой хоть остаток будет. Вот это вот зачем сходило? Лучше бы нам не надо было, но у меня наверняка будет такой остаток. Вот это вот. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Девчонки Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Добавление длится в течение 3 часов Вот почему необходимо носить удобную одежду ДimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok там кроме нас никого не было и столики пианино пьяно пьяно человек 5 официантов стоят и смотрят когда ты поешь это вообще неприятно что более поместил унести на тарелку в туалете все убрано такое чувство что видео камеры в туалетах кто зашел потом вышла сразу убираются все чисто было мне не понравилось когда напряженная атмосфера расслабиться вот это на душу стоят понимаете это такая иллюминация это все это такое ярко это иллюминация не знаю сидишь как на сцене у меня было такое чувство что я там сидишь сижу на сцене все смотрят как я ем все равно как на сцене смотрят как я ем но я считаю что если ты на сцене нужно что-то говорить петь надо тебя пьеса двери пьеса или или ты поешь ты говоришь они даже ты ешь непонятно я люблю дать удачу я лучше наверное этот вот ресторан санкт-петербург санкт-петербурга с шоу с вечерним шоу это вот шоу для иностранцев и песни черные глаза и романцы это шоу шикарно эти столицы такие такие штучки такой шоу вечерний как вы знаете в night club ну и затем то как на его какой темный тёплый тёмный цвет цвет и потом я вам сказал знаешь это целое разорение вот это покупать каждый раз эти туфли это планте эти десерты по 20 тысяч долларов это знаете потратиться на туфли на платье нужно украшение понимаете да сумочка украшение по полу шунарях чтобы пойти в ресторан там все это все заказать я бы сказала давай лучше купим лучше вот этого антикварного магазина не он я не видел нигде в лас-вегасе весь этот магазин там шикарный там такой стол шикарный о там все люстры и там в общем там такое неуды такой типа антиквариат но новый чего там такой просто все это нужно купить или весь этот магазин короче купить и сделать там уже собственный ресторан индивидуальный и летать туда в лас-вегасе в этот индивидуальный ресторан атмосфера там шикарный ресторан не сравниться с обстановкой у того магазина ну что такое наподобие как у меня дома там конечно фиорически шикарно там я даже не прицелила там цены конечно были фиоретики и цены когда мужчина там сказал я вернусь и куплю у них там да есть они там еще или нет уж только лет прошло но они на меня ждут ждут вот это вот да вот это вот индивидуальный ресторан а какой стол там был длиннющий стол метров десять десять двадцать где-то их столов не видел вообще никогда нам только можно блюд наставить и разбираться и тупли покупать надо скажу ой не надо и платье это я сама прикуплю за пятьсот рублей я прикуплю короче в ламоде и короче нормально с сеточкой говорю нормально это платье с сеточкой ну и все я за пятьсот рублей прикуплю и в общем меня как-то не смущает и там короче вот этот весь этот шоп-шоп закупить и короче кушать эти лобстеры ну и что там загрузить вот это как черную красную икру лобстеры омары креветки и загрузить туда вот где-то ну и все так быстренько быстренько накрыло и там-то обслуживание быстренько вот это вот я уже что-нибудь такой призаказал и ходишь по своему индивидуальному вот этому вот этому ресторану и понимаешь рассматриваешь весь этот антиквариат какие-то штучки, дрючки, канделябры, вот эти стулья есть чем заняться и и и и и и и и и Тем более в Нью-Йорк показывают, Нью-Йоркский ресторан. В Нью-Йорке они любят, я смотрела бы там, в Большом городе. У них принято. Знаете, там показали такой ресторан шикарный, один из лучших, просто какой-то, как это назвать там, огромные столы вот эти вот, один спиной к стенке сидит, другой спиной к залу, это тут большие столы с такими промежутками, когда сидишь вдвоем, приходишь к такой ресторан, сидишь напротив друг друга, а рядом буквально вот в таком полметра, кто-то другой сидит, другая пара, люди сидят, вот так вот, типа целый стол, понимаете, там коллектив. В этом вообще ничего такого, знаете, я вообще этого не понимаю. Ну и какое дело, ну прийти поедем, там шел, зашел, поел, ну ладно. Мне кажется, это лучший ресторан. Хорошо. 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 Я и так, конечно, могу прикупить еще в ламу или в ламу. Я и так, знаете, богачей смогу уделить. Сам, знаете, себя брендирую разного цвета обуви. Что-то скинька, где-нибудь клипсы равные, наделаю что-нибудь такое там, в принципе, совершенно по бантику. Продолжение следует... А так прилетел свой частный ресторан. Прошелся там по этому антикориазму. Покушал дегомар, волстер, черный красный икры. Фельмец, кстати, я там загрузила, фильмец. Я бы так еще не смотрела. Подумала, что у меня будет сиеста тайм. Я буду повторюсь в фельмец. Я что-то уборкой занимала. Там, смотрите, другие мои серии от сегодняшнего числа. У меня вообще уборка, сегодня генеральная уборка. А потом, я даже не знаю, Светлана Игмакова говорит, что... Как там? Человек, любящий себя, если у него пропало... Как там, что там-то пропало? В общем, что-то как-то, что я вам написала, там, вот это вот. Беспричинная радость. То есть, работает она до исчезновения беспричинной радости. Я не знаю, беспричинная радость у меня пропала еще до уборки. Ну, не то, чтобы она пропала, я думаю, сделать надо. Нужно помыть полы, я начала выть полы, всем нужно небес передвигать. Белье развешивать, в общем, домывать полы. Ну, по большому счету, как это и работает до исчезновения беспричинной радости, ну и чего? Если у меня беспричинная радость, она вот уже пропала, тарелку мыть надо. Вот у меня грязная посуда, у меня недомытые полы. Мне что, ждать эту радость, когда она появится, вымыть эту тарелку? Так, кто работает на нелюбимой работе, так у них уже заранее пропала эта беспричинная радость, чтобы идти на работу. И что, они будут сидеть дома? В общем, на самом деле, поэтому, как я вам и говорила на другом видео, конечно, смотришь там видео, какие-то ролики, ну, как-то все-таки через как-то вот такую призму, он очень нужно думать, думать самому, конечно, смотреть, слушать, учиться, а так, конечно, все-таки думать надо, думать самому. Даже не знаю, подумать, что, ну, хорошо, особого драйва нету, но чистая, чистые полы, чистый стол, чистая посуда, и вот уже этот драйв, уже эта радость появляется. Потому что чистота у дома появляется. Как-то себя так замотивировать. Потому что, если я буду ждать вот эту радость, чтобы заняться уборкой, то сколько мы будем это ждать? И что будет тогда? Просто, понимаете, вот так вот, если вот так вот, честно говоря, вот так вот подумать, если честно. Я уже на другом видео тоже говорю, что вот так вот, конечно, ждать, ждать фею, которая там прилетит, помоет тарелку, понимаете, наверное, долго можно ждать, когда фею, как-то это вот сказка, можно, конечно, сказать, ну, там Наталья Правда, ну, говорит, да, вот у него книжка есть «Худей месяц феи». В общем, ну, это все, знаете, как-то так, это, такие метафоры, такое метафорическое, вы поняли? Как-то все красиво, знаете, книга, как сказка, «Волшебный дом», в общем-то, это все феерически, а, понимаете, работа, вот, посуду нужно мыть, еду приготовить, полы помыть, ванну помыть, туалет помыть, белье постирать, чистое белье застелить на кровать, да еще это навески нужно, мой такой эксклюзивный дизайн, у меня форма такая эксклюзивная, тоже все стирать надо, но не сегодня. Я вообще, честно говоря, рассуждает Наталья Правде на правду, в общем, как-то чрезмерность, но, знаете, кому это только, мне кажется, ну, вот, знаете, если человек не видел, как бы, вот эти черные крылья, как-то ему дарил, может, там ее много съесть, или как-то съесть, там, 10 бутербродов, в принципе, нормальный человек не будет, там, сколько этих бутербродов съесть, он там порцию съест, как она говорит, что не надо, там, и так же с едой можно переборщить, ну, а кто будет переборщивать? Ну, вот съела, я не знаю, там, знаете, как там, вот съела тарелку еды, чувствуешь, что ты уже сыт, я чувствую, что я уже сыт, я даже как не впихиваю, там, 10 тарелок, таких просто не вылить, значит, переборщик, где это вот видео было, сейчас, сейчас, мы, знаете, посмотрим, ну, она, конечно, так, очень интересно говорить, ну, кому придет в голову есть, там, ну, может, конечно, люди некоторые переедают, постоянно там едят, переедают, там, будем очень переедать, если поела, через 2 часа можно опять сделать перекус, а вот семья за деньги, я начала чувствовать, а потом, знаете, вот в этом, как там, частном ресторанчике, потом можем все какие-то вот эти вот, посмотреть фильмницы, там, это включить, вот это вот, я же вам сказала, на ютубе, не надо мне показывать, и опять высвечивается, вот это вот, высвечивается, обидет ролик, пришел приказ, афганские песни, они специально это сделали, а дальше идет эта хитрость, о которой он молчивает, мы сегодня гадаем по ютубу, раскладываем карты стара по ютубу, смотрите, там, другие мои видео от сегодняшнего дня, а с той стороны у меня освечивается миллиардер Михаил Фридсман, а что это значит? Сейчас я вам все объясню, сейчас мы засмотрим, что у меня тут высвечивается в Лондоне, Лондон, ах, этот Лондон, сейчас я вот это загружу, это видео сейчас загружу на мою страницу ВКонтакте, это делает Лондон, через ДК, это филантропия, филантропия, групп, джейрон, это филантропия, это филантропия, я там загружу это видео, Сейчас мы тут засмотрим, а это знаете, Ксения Собчак, какие-то там эти девушки писали про олигархов, что они специалисты по олигархам, ну, я не являюсь специалистом, но хочется немножко такое что-нибудь такое сказать. Вы поняли, да? Очень хочется быть такой известной, знаете, такой, как Ксения Собчак, они же, она же написала вот этой, ну, как ее там, я уж не помню, как там, вот эту вот книжку про этих олигархов, сравнила она их с животными, но они специалисты по олигархам, ну, конечно, понимаете, так, конечно, в общем, это... Я вот немножко такое свое мнение выскажу лучше, с вашего позволения, да? С вашего позволения. Мы, конечно, можем Ксению Собчак посмотреть, но не скажет ли мне Ютуб, что это чужие какие-нибудь авторские права, мы будем Ксению Собчаку передать, что смотреть. Не скажут ли они, нет? В общем, смотрим Михаила Маратовича Фридмана. Хотела кое-что посмотреть, а потом думаю, ладно, тут вне зависимости, тут много чего пишут, все вам интересно. Про этих олигархов. Мне тоже хочется про олигархов сказать, это не надо, как-то можно... Одно дело Собчак сказал, другое дело тут что-то, понимаете, даже не знаю, где-то была передача, ну ладно, давайте передачу посмотрим немножко так, немножко тут Ксения Собчак. Где там-то была передача? Что, где этих олигархов ловить надо? Да как эти десерты? Эти десерты так не попробовал больше из этих олигархов. Знаете, юбилей комедии, хотите загружу? Горячая комедия, от которой невозможно оторваться, называется юбилей. Ну ладно, в общем, так, значит так. Собчак. Блондинка в шоколаде. Блондинка в шоколаде. Где бы нам еще эту штуку найти, чтобы там, где про олигархов? Олигархи. Олигархи. Какой-то, если столько серий, здесь просто вот это вот, не знаешь, какую серию это вот это вот. Я же его загружала уже. Оксана Робски. Вот. Короче, это книжка. Ксения Собчак, Оксана Робски. Про олигархов. Про олигархов. Сейчас мы засмотрим, как книжка называлась. Оксана Робски. Вообще-то, Оксана Робски написала книжку. Оксана Робски. Оксана Робски. Робски книги. И теперь, ну-ка посмотрим, как будет написано, как книга называется. Про олигарх. Сценаристка, Ола Промакьян. Сценаристка, писатель, актриса, телеведущая, предприниматель, издатель, журналистка. О, боже мой, боже мой, боже мой, мы что-то упустили. Сценаристка, писатель, актриса, телеведущая, предприниматель, издатель, журналистка, даже актриса. А я все мечтаю, то есть я сижу на этой кухне и все мечтаю быть вот этой вот актрисой. Так, как эта книжка, как эта книжка называлась? Кэжуум, не знаю, кэжуум, не кэжуум. Ох, замуж за миллиардера. Вот. Написала, издала романы «Жизнь заново», «Утрица, Апыта». Замуж за миллионера или брак высшего сорта. Сами писал мне, как Ксении Собчак. Замуж за миллионера или брак высшего сорта. Сколько женщин в мире в 2021 год? У меня все на научной основе. Даже можете не волноваться. Население Земли, счетчик, население Земли. Сейчас мы все посчитаем. Сделаем перепись на женщин, перепись на население. Перепись. Ну, я немножко только шучу, понимаете, да? Я просто, в общем, численность населения с нулями. Самое главное, не ошибиться. Счетчик населения Земли. В общем, население Земли поставлено на счетчик. Всего их 7, 889, 888, 476. Это, чтобы не ошибиться, понимаете, как там вот это, ну, помимо, да? И численность женского населения, это половина того, что я сказала. А уже природа. Ах, это счетчик. Вы знаете, что он пошел увеличиваться. Вот, знаете, мы можем даже посчитать. Минуты пошли, и нам этот счетчик показывает, сколько рождается людей сейчас. Оно увеличивается. Я вообще не поняла. Сколько сегодня родилось людей, сколько умерло, это показывает. Сколько умерло сегодня. Каждую секунду. О-о-о! Каждую секунду кто-то рождается, и кто-то умирает. Смотрите, я вот там вот вижу на этом, на компьютере. Вот у меня, знаете, вот и население Земли постоянно меняется, постоянно меняется. Оно растет, что ли? Я вообще не поняла. Как интересно. О-о-о! Я такого даже не видела. Смотрите. Рождено в этом году численность женского населения, численность мужского. Рождено сегодня. Сегодня родилось 358, 625 уже детей, 630, 645, уже 650, 670 детей. Я вообще даже здесь, что это такое? Наверное, они шутят? Они, наверное, решили здесь пошутить? Я не знаю. В общем, что это такое я тут открыла? Ну, это ладно, это к делу не относится. Но это просто феерически вот это вот. Он показывает численность населения. В общем, короче, будем... У меня все зафиксировано, все зафиксировано. Численность женского населения, мужского 55%, женщин чуть-чуть меньше. Но их очень много. Это книжка про олигарх. Книжка же вот эта как бы... Я написала одну книжку «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Я автор книги. А это немножко такая ремарка про олигархов. Вот смотрите, я просто смотрю, половина, ну, там, 49,5, половина женского населения. Конечно, часть женского населения, оно в отношениях с какими-то богатыми людьми, с олигархами, с богатейшими, поскольку, помимо олигархов, в общем, ну да. То есть, определенное количество женщин, вы поняли, да? Они как бы не претендуют на олигарх. А может быть, кто-то, ну, наверное, люди, которые в возрасте, может быть, тоже как-то нужно, как-то не нужно. Но мы не будем обижать их, да. Они, может быть, тоже в душе претендуют. Люди, кого за 60. Я просто хочу высчитать, сколько... Я просто посмотрела, что у Михаила Стридьма, но он не женат. Я просто хочу высчитать, я просто хотела вам сказать, какое количество женщин претендуют. Просто хотела сказать вам, ну, мы не будем, конечно, я вот вам немножко так вот, немножко издалека. Просто понимаете, какая-то может быть конкуренция. Вы представляете, вот вообще победить вот в этой конкуренции за вот какого-то такого... Я просто посмотрела, такая цифра, вот эта цифра просто фантастическая. Вы хотели, наверное... Вы, наверное, поняли, да, что я хочу сказать? Ее, ну, конечно, резко как-то, наверное, уменьшается, кто-то как бы и не претендует, и как бы и не хочет, ну, эти вот это вот. Но все равно факт остается фактом, в общем... Ну, что, на первый план у меня тут выходит Наталья Правдина, потом Юбилей Комедия, Самый здоровой стейк в мире, что-то еще красивое, как ночь, спешка. И опять этот фильм, опять... Ну, наверное, сегодня не скажу, что эти цветы... Ну, да. Юбилей Комедия. Ну что, закружу я там Юбилей Комедию, мы смотрим ВКонтакте. Юбилей Комедия. Юбилей Комедия. Юбилей Комедия. Концентрированная Влажняющая схватка Геобл-5 Влажняющая схватка Влажняющая схватка Геобл-5 Влажняющая схватка Геобл-5 Влажняющая схватка Так, здесь ждут ответа, но я напишу, да, сейчас напишу мой номер моего телефона, номер моего мобильного телефона. Ватсапа у меня нет, я напишу я номер моего мобильного телефона. Вам я говорить не буду. Потому что, знаете, вот эти, которые там начали названивать по типу тайные поклонники, совершенно мне не надо. Мой мобильный телефон. А как она не стала? Здорово, здесь у меня есть тоже Gmail, но я, знаете, на моей странице, на моей странице, там, Gmail у меня от моих каналов YouTube, но я редко туда захожу. Знаете, я скорее смотрю мои сообщения на Facebook и ВКонтакте, чем захожу на этот Gmail моих каналов YouTube, что мне нужно туда написать, но я, как бы, туда захожу очень редко. Захожу туда редко. Уже вечер, уже вечер, а нужно как-то все-таки, знаете, где-то ускоряться. Ускоряться с уборкой. Потому что белье уже выстиралось три раза, его нужно развешивать, ускоряться с уборкой, передвигать мебель. Ну что, поставим мантру любви и нежности, любви и нежности, или наоборот, какую-то очищающую нужную мантру. Давайте посмотрим, давайте еще уборочку делаем, какая-то очищающая от негатива. В общем, мантру очищающую от негатива. Потому что очень хорошо про мантры, вы посмотрите, там пишут, вот как богачи Дубая тратят свои миллиарды. Ох, я бы, конечно, вместо уборки посмотрела ваши золотые машины, вообще мечтала к вам в Дубае, с этим золотые машины, с этим хоманом, она так все любит, золотое. Ох, так все золотое любит. А вместо уборки сейчас посмотрела ваши вот эти вот, чем вы там развлекаетесь, съел, кто-то, знаете, вот это вот, и вот это на сматрику. По типу, знаете, вот эта страничка, страничка вот этот вот, как он, знаете, как там журнал, как живут эти миллиардеры. Ну ладно, что, что я хотела. А, мантра, 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 про мантры вот это хорошо, очень хорошо с онлайн пишет. Вы можете почитать у меня на своей странице фейсбука, на странице фейсбука, можете посмотреть на странице ВКонтакте, ставьте на канал, мантры, мантры, очищение от негатива, очищающее пространство. Вот. Сейчас прям под мантру очищающее пространство, вот это вот, буду мыть, буду мыть, еще передвигать мебель, мыть полы. Вспомни, ты волшебник, пишут. А что дальше? Вспомни, ты волшебник. Ну это волшебный дом, мы сейчас волшебный дом очищаем от негатива, потому что и мантры, весь огонь. Мантры, мантры, очищающие, мантры очищают. Ну что, я покушала, это в холодильничку нужно поставить. Сразу же тарелочку, конечно, помню, чтобы она не засохла, но я как-то не привыкла, знаете, в магазин, в ресторан, без кого мыть тарелку. Я, как в этих, как лучших этих мишленов, как в лучших этих ресторанах, мишленов, покушала. Это великолепно. В общем, отникать его будем очищать. От негатива так вот еще очищать, очищать. Чистить, чистить. Ну что, что тут еще не там было? А, двигать, сейчас пока не двигать. Сейчас я буду все двигать с коридора в комнату. Сейчас я буду все в коридорах в комнату двигать. Очищаю от негатива. Сейчас быстро-ка все очищу. От всего негатива. Сейчас буду это двигать. Давай. Давайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Сейчас я вам оттуда из комнаты пейзаж еще покажу ДимаTorzok Красота, просто красотень ДимаTorzok Продолжение следует... 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 Ах, это чакры-чакры. 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 Ну что, дорогие друзья. Сейчас. Ах, это чакры-чакры. 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 Я продолжаю. Ах, это чакры-чакры.